Библейский портал экзегет.ру представляет 91-й псалом для библейского портала экзегет, считаю в переводе российского библейского общества, ну вот прошлые 90-е, очень любимый всеми, да, наверное, самый известный псалом, может быть, более известный, чем вся остальная псалтирь. И 91-й такой послесловие, ну, на фоне 90-го он меркнет, конечно, вот только что прозвучали такие великолепные обещания, слушайте, ну надо на них ответить, вот Бог обещал, что все будет хорошо, мы что на это скажем? Вот 91-й псалом, песнь на день субботний, нет у нас уже никаких там ни сынов Короха, ни каких-нибудь там израхитян, которые предыдущие псалмы сочиняли, а это вот такой универсальный псалом, песнь, которую надо петь в субботу, суббота день покоя, но это не просто выходной, когда нужно на дачу поехать и все там наконец вскопать, собрать урожай, все покрасить, законопатить и так далее, не просто день, когда нужно с друзьями встретиться там, выпить, погулять, я не знаю, с детьми в лес сходить, на лыжах или велосипедах покататься, а это день встречи с Богом, когда откладывается вся суета, и ты встречаешься с Богом. Как хорошо славить Господа, воспевать Твое имя, Бог Вышний, утром петь про Твою милость и ночью про верность Твою, на десятиструнной арфе под напевы лиры, деянием Твоим радуюсь, Господи, делорог Твоих воспеваю, как велики, Господи, деяния Твои, как глубоки Твои замыслы, глупец не знает, невежда не понимает их, хоть злодеи растут, как трава, и нечестивые процветают, но им суждено навеки исчезнуть, а Ты, Господи, навеки велик, ибо враги Твои, Господи, Твои враги сгинут, нечестивые разбегутся, Ты возносишь рог мой, как рог быка, свежее масло оливы на голову мне возливаешь, Ты даешь мне без страха смотреть на врагов, слышать крики нападающих злодеев, праведник, словно пальма цветет, как ливанский кедр возвышается, укоренившиеся в храме Господа во дворах Дома Божьего цветут, даже в старости они плодовиты и сочны и свежи, чтобы всем возвещать, что Господь справедлив, Он — скала моя, и нет неправды в нем. Вот такая субботняя песня, когда люди собираются, и им хорошо друг с другом и с Богом, и нет этого мучительного напряжения, которое есть в некоторых псалмах, им просто вот хорошо утром петь про милость и ночью про верность, вот эта пара милости и верности, она постоянно встречается, хэсэ дуайамэт на древнееврейском языке, ну, можно перевести как-то немножко иначе, но это не просто разовое благодеяние, это такое постоянство, да, это линия поведения, которую Бог проявляет в отношении своих верных. И вот дальше псалмопевец говорит, что он радуется деяниям Божьим, хотя глупец не понимает. Глупец — это, между прочим, сам наш псалмопевец в некоторых предшествующих псалмах, где он говорит, как все плохо, как все ужасно. А здесь он себя оценивает, ну, может быть, другой, конечно, автор, но оценивает вот того же, по сути дела, автора, как глупца, потому что тот не понимает, нечестивые пусть процветают, но им суждено навеки исчезнуть. Как это будет? А мы не знаем, а неинтересно. Вот очень хочется иногда, чтобы нечестивые сгинули, чтобы враги мои потерпели поражение, были постремлены, я над ними восторжествовал, есть много псалмов, которые об этом говорят. А вот здесь им неинтересно, им Бога достаточно, им достаточно того, что Бог дает им. В 90-м псалме это было долго, подробно, ярко. А здесь очень кратко, но тоже понятно. Ты возносишь рук мой, как рук быка, да, вот такой могучий бык, кто его остановит. Свежее масло оливы на голову мне возливаешь. Это обряд, обряд посвящения в цари, помазание, кстати, да, называется потому. Даешь мне без страха смотреть на врагов, слышать крики нападающих злодеев. Вот они нападают, а мне не страшно, а я вот сижу, у меня суббота, я Богу песню пою. Они там пусть нападают, в конце концов, их личное дело. Да, вот какое прекрасное состояние души. Праведник словно пальма цветет, как ливанский кедр возвышается. Это, ну вот, к первому псалму нас отсылает, к самому началу, где этот самый праведник, как дерево плодовитое при водах. Укоренившиеся в храме Господа во дворах Дома Божьего цветут, старости плодовиты, сочны, свежи. Вот растения, растительная жизнь, а ведь растительная жизнь, это здесь образ праведной жизни, когда человек никуда не торопится. Растения же никуда не торопятся. Они растут там, где они есть. Им всего хватает. Вот здесь они в храме, они с Богом. Они растут там, цветут, плодоносят. Им всего хватает. И всем возвещают, что Господь справедлив, скала моя, и нет неправды в нем. И, собственно, сама их эта жизнь становится проповедью. Им не нужно ни за кем бегать, им не нужно никого ни в чем убеждать. Достаточно просто жить и показывать, что такое жизнь в Боге. И вот суббота, день, когда, может быть, каждый человек в Древнем Израиле старается прожить такой жизнью ну хотя бы полчаса, в идеале целый день. И это, мне кажется, прекрасный образец. Пусть у нас сегодня это называется не суббота, а воскресенье, но идея та же самая. Вот день, который посвящен Богу, который посвящен общению с Ним. Ну и отдыху, да, и друзьям, и родным, и детям, близким, и всему остальному. Но самое главное, время, когда нужно остановиться и цвести в Божьем храме. Время, когда нужно приносить эти самые плоды, просто оставаясь там, где ты есть. И никуда больше не торопиться. Ну и следующий, 92-й, будет таким вот очень ярким, кратким, мощным и, на первый взгляд, вроде бы не связанным с 91-м, но отчасти его продолжит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА